В России бешенными темпами растет инфляция. Чтобы ее понизить, Центробанк РФ собирается идти на повышение от ключевой ставки. Это, в свою очередь, чревато еще большим торможением экономики. Как пишет The Moscow Times, глава Центробанка РФ Эльвира Набиулина признала, что проинфляционные риски не просто выросли, а реализовались. Так, накануне Росстат подвел итоги первого полугодия. С начала года по 1 июля цены выросли на 4,5%. Этот показатель превышает в два раза цель, которую ставил перед собой Центробанк за весь год. Кроме того, советник председателя Центробанка Ксения Юдаева сказала, что прогноз роста цен снова придется повышать. Вскоре по этому вопросу высказалась сама Набиулина. «Мы после последнего заседания поставки уже получили данные. Они показывают, что темпы роста цен не снижаются, что мы в значительной мере отклонились от базового сценария». Как отмечают аналитики Райфазенбанка, ключевым фактором такой динамики инфляции остаются санкционные издержки различного рода. Да и в самом Центробанке открыто говорят о гибели экономики из-за санкций. К примеру, зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что западные санкции убивают экономику страны, а Россия находится в критической ситуации. Однако выйти из нее повышение ставки не поможет. Экономист Игорь Липсиц в эфире «Ходорковский лайв» объясняет. Повышая ставку, ЦБ РФ лишь демонстрирует борьбу с инфляцией. Кроме этого шага, больше ничего сделать невозможно. Для того, чтобы больше повышать ставку, им надо создать ощущение катастрофы с инфляцией, поэтому не трагично рассказывать о растущей инфляции. Тем больше, в общем-то, они не сильно преувеличивают, действительно инфляция разгоняется и будет расти дальше. Но самый большой нож в спину РФ вводит Китай. Так считает экономист Владимир Милов. Ведь санкции вводят даже китайские банки. Набиулина заявила, что, скорее всего, Мосбиржа, кроме доллара и евро, прекратит торги и юанем. К примеру, китайская финансовая группа Bank of China прекращает операции с подсанкционными банками РФ. В целом, фактически, Bank of China прекращает работу с подавляющим большинством российских банков. И это просто означает огромную проблему для того, чтобы пользоваться юанями, для того, чтобы проводить вот эти все расчеты. При этом Милов считает, что это не конец истории. По его словам, Китай стал на рельсы соблюдения западных санкций. А сотрудничество с мелкими банками ситуацию не спасет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok